Казахстан с официальным визитом посетил президент Беларуси. В честь приезда Александра Лукашенко город украсили казахстанскими и белорусскими флагами. А самого лидера страны встречали в лучших национальных традициях. О том, что запомнится белорусской стороне на казахстанской земле, о том, что обычно остается за кадром, сюжет Ирины Банфиловой. Красная ковровая дорожка на встречах такого высокого уровня – атрибут привычный. Но, внимание, этой не страшны ни дождь, ни снег, да даже ураган ей не страшен. Потому что, смотрите, она фактически приклеена к асфальту. Это специальное покрытие. В ожидании борта с надписью «Беларусь» кинологи проверяют каждый угол, осматривают каждую машину. Особое внимание тем, что будут в президентском кортеже. Они, как всегда, отполированы до блеска. В основном в кортеже черные «Мерседесы». И вот сегодня та самая возможность, когда можно увидеть уникальный номер без единой цифры. Как встретили, какие ожидания от визита у вас? Вы знаете, я член передовой группы, который приехал на подготовку визита. Так получилось, что за год здесь уже третий раз. Мне вас очень нравится, чувствую себя как дома. Большое вам спасибо. Есть здесь сегодня другой эскорт – мотоциклетный. Так торжественно сопровождают далеко не каждого, только особых гостей. Обычно мотоциклетный эскорт предоставляется только при государственных визитах. Но, как вы видите, сегодня он тоже будет. В знак особого уважения и дружбы к белорусскому народу. Казахстан и Беларусь связывают тесные отношения. И дело не только в прочных экономических связях. У нас богатая общая история. Поэтому первым делом после прилета Александр Лукашенко едет почтить память героев, погибших в Великой Отечественной войне. Как видите, сейчас в эти минуты начинается церемония возложения цветов к вечному огню. Идея посетить монумент ОТАН Кургаушалара, отдать дань уважения подвигу солдат Победы, принадлежит белорусской стороне. Этот венок от президента Александра Лукашенко. В сопровождении почетного караула глава Беларуси почтил память героев минутой молчания. После окончания церемонии возложения президентский духовой оркестр исполнил гимны двух стран. Александр Лукашенко понаблюдал за марш парадом военнослужащих. А вот к своей еле, которую он больше 10 лет назад посадил всего в нескольких метрах от монумента, белорусский лидер так и не подошел. График двухдневного официального визита расписан буквально по минутам. Ирина Панфилова, Мюрбек Езимов при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Касым Жамар Тукаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Приветствуя именитых теннисистов в аккорде, глава государства поблагодарил их за приезд Казахстана и участие в показательном матче. Президент отметил, что их визит служит ярким свидетельством поддержки развития тенниса в нашей республике. Его, к слову, высоко оценили и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович. Теннисисты высказали признательность президенту за возможность встречи. Касым Жамар Тукаев пожелал им дальнейших успехов. Спасибо большое, что участвуете в этом важнейшем событии. Уверен, что народ Казахстана восторженно примет вас. И, конечно, это огромная возможность для нас видеть выдающихся теннисистов мира. И особенно я хочу отметить высокую цель этого матча – сбор на благотворительность. Выражаю свое почтение и уважение по этому поводу. Здесь, в Казахстане, мы развиваем теннис. Господин Булату Тимуратов, президент Теннисной Федерации Казахстана и вице-президент Международной Теннисной Федерации, делает много для того, чтобы поднять на новый уровень теннис в стране. Мы выигрываем, иногда проигрываем, но самое главное – этот вид спорта развивается, и аудитория очень заинтересована. У Казахстана отличные связи с Сербией и с Испанией в разных сферах. И в особенности в спорте. И это событие еще раз доказывает это. Для меня огромная честь быть здесь с вами сегодня и участвовать в этом событии. Надаль был здесь раньше несколько раз, а я здесь впервые. И я очень рад этому и наслаждаюсь, выпавшей возможностью этим опытом. Также благодаря господину Утимуратам. Спасибо огромное за приглашение. Счастлив быть здесь. Уже не в первый раз в вашей стране и каждый раз запоминающийся. Однако я первый раз в этой красивой резиденции. Спасибо огромное за приглашение. Ну вот каждому спортсмену Касым Жумар-Тукаев подарил наручные часы казахстанского производства. А Рафаэлю Надалью президент презентовал хрустальную вазу в честь его недавней женитьбы. Первый президент Казахстана посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Перед его началом Ельбасы встретился с мировыми легендами тенниса. В ходе беседы со спортсменами Нурсултан Назарбаев пожелал им яркой и насыщенной игры, крепкого здоровья и поздравил Рафаэля Надаля с недавней женитьбой. Собранные по итогам матча средства пойдут на благотворительные цели развития теннисной инфраструктуры в регионах страны. Другим темам. Сегодня казахстанцам стали массово отключать телефонную связь. Возмущенные пользователи начали штурмовать офисы сотовых операторов, но там ничем помочь не смогли. Катерина Попкова разбиралась, почему абонент вдруг стал недоступен. Это утро для тысяч казахстанцев началось с неприятного открытия. Их лишили телефонной связи. Многие сразу направились в офисы сотового оператора. Сотрудникам компании сегодня пришлось не сладко. Измученные ожиданиями люди начали требовать вернуть мобильную связь. Абоненты мобильного оператора с утра штурмуют офис компании. Сейчас в очереди больше трехсот человек. Люди продолжают приходить. Ситуация уже накаляется. У меня тяжело. Два месяца назад операция заедала по сборочнике. Я стоять не могу. И сидеть тоже нельзя. Мы бизнесмены. Мы работаем. Сегодня села я никак. Сколько стоите уже в очереди? Уже больше сейчас достаёт. У меня дома больной ребёнок. Не могу. Утром отключили телефон. Никуда не могу. Ни в больницу, ни в эту звонить. Недовольные абоненты буквально ходили по пятам за менеджерами, доказывая, что регистрировали номера. Сотрудники пытались всячески прояснить ситуацию. Оказывается, сегодня в недоступ оказались и те, кто купил телефоны после 1 января 2019 года и не внёс свои данные в базу. С начала этого года абоненты всех сотовых операторов были уведомлены как сотовыми операторами, так и регулятором о том, что им необходимо зарегистрировать имей-код своего устройства и привязать его к номеру телефона. Тем не менее, некоторые абоненты предпочли проигнорировать это требование. По закону, операторам сотовой связи запрещается предоставлять услуги незарегистрированным абонентам. В профильном министерстве запустили онлайн-сервис проверки регистрации. Так, жительница Казахстана обнаружила, что на её имени числится более 50 тысяч номеров. Она идёт в офис и как владелец этой 51 тысячи номеров пишет заявление оператору о том, что она хочет их аннулировать и оставляет только один номер. Ну, соответственно, 51 тысячи номеров кто-то же пользовался, вот эти телефоны и отключили всё. А таких, как эта женщина, немало, поверьте. По нашим данным, это порядка двух миллионов граждан. На отключение мобильной связи сегодня жаловались абоненты только одного оператора. Объяснить, почему в других компаниях сбоев со связью не было, в министерстве не смогли. Но посоветовали людям не штурмовать офисы, а воспользоваться сервисом по удалённой регистрации. Катерина Павкова, Арман Ахшабаев, Нурсултан, Хабар-24 Ватарау продолжают очищать территории старой пропарочной станции, расположенной между городскими кварталами. Она была закрыта 13 лет назад. За это время подверглись коррозии, разрушению эстакада и множество помещений. Остались десятки тонн разлитых и хранящихся в ёмкостях нефтепродуктов. На проблему обратили внимание члены городского общественного совета. Они и обратились за помощью к нашим корреспондентам. Сейчас подрядные компании откапывают 60-тонные цистерны. Их здесь с десяток. После вывоза, вот здесь было две цистерны, открывается такая жуткая картина. Новый котлован с нефтью. Более зримым становится масштаб воздействий старой пропарки на экологию региона. И, конечно, на здоровье людей, живущих в 200 метрах от этого канцерогенного добра. По решению суда закрыли пропарочную станцию, где очищались от остатков нефтепродуктов железнодорожные цистерны 13 лет назад. И забыли. И экологи, и власти. Проблему подняли члены гражданского совета, обратившиеся в редакцию нашего телеканала. В совместной усилии удалось убедить хозяина приступить к ликвидации опасного наследия. Сейчас на территории пропарки работают экскаватор, кран, большегрузные машины. На первом этапе мы демонтируем металлические конструкции. На сегодняшний день вывезено больше 70 тонн. Самое сложное предстоит на втором этапе. Это сбор нефтепродуктов из замазученного грунта. В процессе уборки нефтеотходов мы объявим тендер, чтобы определить специализированную компанию, которая займется их утилизацией. Сюжет о нефтяных озерах между городскими кварталами вызвали большой общественный резонанс. За ликвидационными работами следят и прокуроры, и члены общественного совета. Меня волнует отсутствие плана, схемы самой пропарки и коммуникации. Здесь лежат сотни труб, которые содержат нефть, и сотни колодцев, которые тоже содержат нефть. Подрядчик, который будет здесь работать, он должен иметь на руках план, схему, что где лежит, и план работы, что ему делать. Представители КТЖ обещали карты и схемы отыскать. Без них работы могут затянуться. Мы продолжаем следить за очисткой территории пропарки, а это больше 4 гектаров. После рекультивации земли власти планируют построить здесь новый микрорайон. Благо, коммуникации под рукой. Виктор Сутягин, Тимирал Сутунгазиев и Жандос Рахметуллин. АТРАУ, Хабар-24. А в Павлодаре в одном из гаражных боксов взлетела на воздух автоцистерна, перевозившая печной мазот. В результате на один человек погиб, второго с травмами извлекли из-под завалов. Сейчас его готовят к сложной операции. Слуат Тимир Булатулы расскажет подробнее. Эксперты осматривают и исследуют каждый участок земли, где случилась трагедия. Приступить к разбору завалов решили только после их заключения. А пока есть вероятность падения зависших на воздухе несущих конструкций. Ночной взрыв автоцистерны вызвал настоящий переполох. Ведь здесь рядом друг к другу впритык находится сразу несколько гаражных боксов, а также арматурная, столярная и другие цеха. Люди быстро выбежали на улицу и увидели пламя, но открытого горения не было. Пострадавшего вытащили из-под завалов. А вот тело погибшего, по словам очевидцев, пришлось собирать буквально по фрагментам. Здание бокса сильно повреждено. Провалилась почти вся кровля. Людей под завалами больше не осталось. Тем не менее, полиция оцепила весь участок. Из-за вспышки произошло обрушение кровли. Кровля, которая придавила одного человека. Сотрудниками центра медицины катастрофы был госпитализирован в городскую больницу. Сейчас ему производится медицинская помощь. По погибшему данные сейчас выясняем и причину гибели тоже выясняем. Буквально эта машина вечером прибыла с командировки, поставили в бокс. И причину дальше вспышки, взрывы. Мы сейчас это устанавливаем. Работает лаборатория наша. Трагедия случилась поздновечером, в момент, когда здание уже почти опустили. Иначе последствия могли быть куда серьезнее. Пошел переодеваться. И потом в ушах сгон, ничего не поворачиваясь, на меня идти входная дверь. Хорошо стул стоял. Меня прикрыл. Так бы мне тоже, наверное, в больницу пришло сегодня. С утра на место прибыли специалисты различных ведомств. Цель не только выяснить, кто виноват и что привело к трагедии, но и обеспечить защиту прав рабочих. По статистике, с начала года в регионе на производстве погибли 7 человек. Еще больше 70 получили травмы. Мы выясняем, как раз имело ли место трудовые отношения. Сейчас будем опрашивать пострадавшего, в том числе, чтобы разобраться, были ли трудовые отношения, либо оказание услуг, либо аренда и так далее. А неравнодушные горожане через соцсети предложили свою помощь медикам. Вдруг нужна редкая группа крови. Погибшим оказался 42-летний Канадбек Токтагулов. Токарь, слесарь, плотник, электрик, сварщик. Одним словом, мастер на все руки. Даже игровую площадку во дворе своей высотки смонтировал сам на свои средства. Акимат обещает помочь семье. Со стороны Акимата в помощь пострадавшему, погибшему. Если будет обращение, то обязательно мы откликнемся и окажем посильную помощь. После этого случая администрация города, несмотря на моратории, на проверку бизнеса, через прокуратуру намерена инициировать проверку соблюдения техники безопасности и состояния пожарной сигнализации в местах густого скопления небольших предприятий, занимающихся перевозкой и реализацией ГСМ, а также ведущих сварочные работы. Из Павлодара, Салават Семербулатулы, Самат Аспанов, Марат Игликов и Алексей Мельницкий. Хабар, 24. На дорогах Восточного Казахстана с начала года с помощью камер выявили больше 15 тысяч правонарушений. В регионе активно идет цифровизация полиции. А в Усть-Каменогорске внедряют проект «Безопасный умный город». Насколько новшества помогают снизить уровень аварийности и облегчают труд полицейских, выяснила Анна Льисенбердина. 62-й адрес какой там? На левом берегу, что ли? Отдел мгновенного реагирования. Именно так можно назвать Центр оперативного управления полиции Усть-Каменогорска. Каждую секунду сюда поступают тысячи мегабайт информации. Данные стекаются со всех 97 камер на дорогах города. Причем помогают они выявлять не только правонарушения водителей, но и серьезные преступления. Камера – это уже доказательство совершения преступления, его раскрытия. Это доказательная база уже на лицо. Не надо лишний раз искать свидетелей и так далее. Здесь мы уже все видим на картинке. Но главное, благодаря камерам повышается безопасность на улицах города. Водители, да и просто жители, зная, что их могут видеть полицейские, стараются не нарушать правила. А если факт происходит, то сразу фиксируется в базе. При помощи их мы выявили более 15 тысяч административных правонарушений. Непосредственно более 6 тысяч – это направлено на безопасность дорожного движения. Так цифровизация помогает снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Результат пока небольшой. По сравнению с прошлым годом аварий стала меньше всего на 2,5%. Но и последствия ДТП в основном не такие тяжелые, как раньше, отмечают специалисты. Для обеспечения безопасности на дорогах постоянно проводятся и традиционные оперативно-профилактические мероприятия. По области у нас сейчас проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Только за первые два дня мы выявили почти 2,5 тысячи нарушений. К примеру, в нетрезвом виде задержано 40 водителей, 13 выехали навстречу и более 150 не пропустили пешеходов на переходах. Но с новыми технологиями работать все же проще. Поэтому с реализацией проекта «Безопасный умный город» в областном центре связывают большие надежды. Система полиции сейчас интегрирует еще 1700 камер. Анна Лисенберзина, Сантулепов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Шемкенские полицейские научились бороться с дорожными заторами. Потоки автотранспорта местные стражи порядка теперь отслеживают при помощи видеокамер. А в случае нештатной ситуации направляют на место ближайший экипаж. Кроме того, на аварийно-опасные участки мегаполиса в часы пик выходят регулировщики. На пересечении улицы проспекта Республики Гагарина происходит затор. 894-й экипаж, направляемся. Об агрессивной езде шемкенских водителей знают по всей стране. Нередко итогом такого лихачества становятся аварии. Одна из причин дорожных заторов. Правда, благодаря камерам видеонаблюдения местные полицейские научились оперативно решать подобные проблемы. Мы по навигатору определяем ближайшего экипажа и направляем туда для принятия решения. Кроме того, уже два месяца шемкенские полицейские в часы пик дежурят и на наиболее загруженных перекрестках города, а также на пешеходных переходах вблизи школ. Как результат, ни одного ДТП с участием ребенка за последние месяцы. По поручению министра внутренних дел, опыт местных стражей порядка переняли их коллеги по всей стране. Всего же на сегодня в мегаполисе установлено почти 500 камер видеонаблюдения. Они позволяют не только бороться с дорожными заторами, но и выявлять нарушения. Только с начала года они запечатлели 32 тысячи таких фактов. Из них 212 единиц – это у нас, получается, интеллектуальные камеры, которые работают в автоматическом режиме. Это камеры, которые управляются нами. В случае необходимости мы управляем, ищем нарушителей. Однако, как показывает практика, большинство местных водителей перспектива распрощаться с существенной суммой денег в виде штрафа не пугает. Только за минувшие выходные стражи порядка выявили почти 2000 нарушений. Главными нашими нарушителями продолжают оставаться водители. Пешеходы гораздо реже нарушают правила дорожного движения. Таких случаев за три дня мы выявили не больше 200. Водители же продолжают садиться за руль непристегнутыми, разговаривают по телефону и проезжают на запрещенный сигнал светофора. Правда, отмечают сотрудники полиции, причиной нарушений или того хуже ДТП нередко становится удручающее состояние дорожной инфраструктуры. На сегодняшний день было выдано отделом дорожной технической инспекции около 300 предписаний. Самые частые, можно сказать, что для обновления разметки, установки пешеходных переходов, знаков ограничивающих скорость движения. И установок камер Сергея на аварийно-опасных участках дорог. На сегодня в Шимкенте 48 аварийно-опасных участков. Местные сражи порядка надеются, что дополнительные камеры видеонаблюдения, которые планируют установить в ближайшее время, заметно снизят аварийную ситуацию на дорогах мегаполиса. Андрей Деменок, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар-24, Шимкент. Шимкентские педагоги просят сократить количество проверок в школах со стороны контролирующих органов. Вместо того, чтобы заниматься своей основной деятельностью, им приходится встречать ревизоров и оплачивать бесконечные штрафы. За помощью они обратились к заместителю премьер-министра Бердебеку Сапарбаеву и министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, которые посетили город с рабочим визитом. В школе гимназии номер 65 имени Ибрая Алтенсарина к визиту таких высоких гостей готовились основательно. Бердебеку Сапарбаеву и Асхату Аймагамбетову представили лучшие разработки учащихся. Показав совместные достижения школьников и педагогов, руководство школы поделилось с ревизорами главными проблемами. В первую очередь учителя попросили снизить количество проверок в школах. Сейчас в сентябре месяце дали им отдельный статус, они теперь сами финансировали делать, понимаете. Там проверка, это каждый год проверяют, пожарный, но теперь будут финансово проверять, понимаете. Бухгалтерия сейчас была гараном, а сейчас, в сегодняшний день, в сентябре месяце, все школы имеют свою бухгалтерию. Сейчас, естественно, будут проверять. Я бы задал вопрос, в чем? Когда прекратится проверка в школе? Как в сентябре месяце вся структура проверяющая в школе? Надо, не надо? Поэтому Бердебеку Сапарбаеву сказал, что примет меры. В классах должно быть по 25 учеников, но из-за нехватки мест на самом деле школьников за партами гораздо больше. По словам заместителя премьер-министра Бердебека Сапарбаева, в этом нет вины ни учителей, ни директоров школ. И этот вопрос будут решать в ближайшее время, а вот проверки по пожарной и пищевой безопасности в столовых будут регулярными и обязательными. К тому же, необходимо уделять особое внимание к культурному и физическому воспитанию подрастающего поколения. Почему у нас растет правонарушение среди наших детей? Потому что детям, не всем, конечно, некоторым детям после школы нечем заниматься. Он гуляет, родители работают, а ребенок сам собой, и вот, пожалуйста. А надо сделать, чтобы он не гулял, чтобы он занимался спортом, искусством, культурой и так далее. Вот сейчас у нас спортзал, актовый зал достаточно. Сейчас уже министерство решило этот вопрос, чтобы вечерами использовать этот актовый зал. А вот проблему дефицита мест в школах нужно решать через ГЧП, считают спикеры. В Шемкенте сегодня 22 частные школы, там учатся свыше 8 тысяч детей. В будущем планируется открыть еще 15 частных образовательных заведений. Также профильный министр рассказал и о других приятных переменах ближайших лет. В течение четырех лет будет постепенно увеличиваться заработная плата учителей. В школу будут привлекать магистрантов. Им будут доплачивать по 25 тысяч тенге каждый месяц. Доплачивать будут и за классное руководство, и за проверки тетрадей. За наставничество, например, будут платить 17 тысяч тенге. Остальные вопросы, которые сегодня подняли, мы тоже примем к сведению и обязательно решим. Нашел место в своем плотном графике заместитель премьер-министра и для встречи с представителями других социально значимых сфер. На повестке самые актуальные вопросы – внедрение обязательного медицинского страхования и выделение социального обеспечения. Татьяна Ковалева, Аят Дюсимбаев, Хабар-24, из Шемкента. В Таразе впервые провели нейрохирургическую операцию детям с диагнозом ДЦП. Ее проводят маленьким пациентам, которые не могут ходить и даже шевелить ногами из-за избыточного сокращения мышц. С помощью современных технологий врачи удаляют лишние спинномозговые нервы и дают шанс на первый шаг детям с ДЦП. Мастер-классы для нейрохирургов региона провели опытные специалисты из Москвы и Алматы. Подробнее расскажет Анастасия Сулейманова. Айсаража Набаева не находит в себе места. Волнения и переживания о здоровье ребенка не дают покоя. Ее семилетнему сыну Айсултану проводят операцию на спинном мозге. Мальчик страдает ДЦП и из-за этого не может ходить. Сын родился семимесячным. Восемь месяцев переболел ветрянкой. Пошло осложнение. Мы надеемся на эту операцию и положительный результат. Мастер-класс по селективной дарзальной ризотомии проводят опытные врачи из Алматы и Москвы. При такой операции нейрохирурги удаляют лишние спинномозговые нервы, которые передают слишком много патологических импульсов и блокируют движение ног. Имеет нижнюю проплегию спастическую, то есть ребенок, у него стопы в таком положении, которое не дает ему ходить нормально, а также ноги перекрещиваются, как ножницы, знаете, и он, к сожалению, не может самостоятельно двигать ногами, передвигать. Наша задача расслабить эти мышцы для того, чтобы ребенок мог спокойно двигать ими. И затем последующая реабилитация позволит восстановить функции мышц, и ребенок вполне возможно встанет на ноги и будет ходить. После операции такого пациента нужно обязательно вертикализировать и начинать заниматься лечебной физкультурой. И тогда, благодаря такому феномену, как нейропластичность, то есть способности нервной системы адаптироваться к новому состоянию, можно рассчитывать, что в перспективе 3, 6, 12 месяцев этот пациент сможет приобрести новые моторные навыки. Такие операции для детей с ДЦП – это шанс сделать свой первый в жизни шаг. Длится она 8 часов. Процедура достаточно ювелирная. Поэтому, чтобы не повредить нужные нервы, врачи работают с особой осторожностью. Все действия отслеживают при помощи интраоперационного нейромониторинга. Именно данный аппарат, приобретенный за счет местного бюджета, позволяет проводить такие сложные операции. Практиковать в Алматы и Нур-Султане их начали в этом году. Которые в Казахстане даже количество этих операций полностью не охватывает. Если дети инвалиды у нас по области более 5 тысяч, из них там с неврологическим церебральным параличом около 3 тысяч, у них где-то 7% детей, которые выражены из пастика, которых именно нуждаются в таких же операциях. Новый вид операции местные нейрохирурги начнут проводить со следующего года. В плане прооперировать 20 детей с ДЦП. Теперь маленьким пациентам не придется ездить за границу. Они смогут получать лечение на родине. Анастасия Сулейманова, Тимур Тейлхан, Руслан Ахатила, Тарас Хабар, 24. В Талдыкургане встретили победителя Кубка мира по рукопашному бою Жандоса Аскарбекулы. Турнир проходил в немецком Лейциге с 19 по 21 октября. На него съехали сильнейшие рукопашники планеты. Нашу страну представили 7 спортсменов. В итоге в командном зачете казахстанцам досталось третье место. Абсолютным победителем весовой категории до 80 килограммов стал Талдыкурганец. Но занимается рукопашным боем уже 7 лет. Поздравить победителя пришли его многочисленные фанаты, родственники и друзья. Абсолютно сложно было. Соперников я не первый раз встречаюсь. Они в своем стране очень сильные, крепкие парни. Мы выиграли. На этом не остановимся. Будем двигаться дальше. Спасибо родителям, тренерам. Спасибо. Впереди у нас сейчас Кубок Президента будет в ноябре 26-28. В этом будем готовиться. В нашем ауле сегодня большая радость. Наш Жандос принес победу Казахстану. Желаем всем жителям страны, чтобы в их селах были вот такие чемпионы, которые прославляют нашу страну по всему миру. И в завершении выпуска о погоде. О том, какой будет предстоящая зима в Казахстане, журналистам рассказали представители Казгидромета. Так, декабрь и январь, по предварительным прогнозам, будут относительно теплыми. Однако не исключены дни, когда температура все же будет опускаться ниже климатической нормы на 3-5 градусов. Осадки прогнозируют в декабре. Связано это с частым прохождением по территории Казахстана циклонов. В феврале же обещают температуру ниже нормы на 1-2 градуса на большей части страны. При этом специалисты отметили, что эти значения могут в дальнейшем измениться. Также синоптики рассказали, какую температуру ожидать от весны следующего года. Весна 2020 года ожидается в календарные сроки. Средняя температура воздуха в марте ожидается выше нормы на 1 градус на большей части территории республики, около нормы на юге и юго-востоке страны. Количество осадков на большей части республики предполагается около нормы. Больше нормы лишь ожидается в горных и предгорных районах юга и востока республики. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok